С каждым днем Олимпийский огонь все ближе к Иванову. По улицам областного центра его принесут вечером, 17 октября. Иваново станет 20-м по счету городом, куда доставят огонь из Древней Олимпии. Протяженность маршрута составит 16 километров. В эстафете будут задействованы 80 факелоносцев. Они будут передавать главный символ Олимпийских игр через каждые 200 метров. Маршрут эстафеты начнется от кольца Ивановского автовокзала. Огонь прибудет к нам из Суздаля. Священную реликвию игр пронесут по проспекту Строителей, улице Шубиных, проспекту Текстильщиков. Далее по улицам Лежневская и Парихская факелоносцы доставят огонь площади Победы. Оттуда процессия проследует по Шереметьевскому проспекту, тоже зеленодорожного вокзала. На станционной факелоносцы продолжат движение по проспекту Ленина в сторону улицы Демидова. Далее по улице Калинина и набережной Уводи. Финальная точка – площадь Пушкина. Во время эстафеты Олимпийского огня будет ограничено движение автотранспорта. Но не полностью, а лишь по той стороне, где побегут факелоносцы. Встречная полоса перекрыта не будет. Как только очередной этап завершится, движение сразу же восстановят. Службы ГИБДД и другие службы полиции, естественно, будут усиливаться. Будем помогать участникам дорожного движения. Будут работать волонтеры, которые также будут подсказывать направление движения. Но в любом случае водителям мы рекомендуем выбирать маршрут движения заранее, потому что это вечернее время, все поедут с работы. Из Иванова Олимпийский огонь проследует в Плёс. Вопрос, почему выбор пал на этот, не спортивный, с точки зрения больших достижений город, возникает у многих. Хранитель огня Олимпиады-80, пичужанин Виктор Лукенов считает, что есть и другие достойные города. Плёс, как жемчужина России. Да, естественно, он маленький, уютный российский край. Но для такого массового действия, как стафета Олимпийского огня, конечно, это маленький пункт, небольшой пункт. Лучше, конечно, было бы у вас многого на Ивановской земле достойных спортивных, со спортивной историей городов. И Чейкова, и Шуя, и Кишма, и Вищука, и многие другие. Многих жителей также волнует вопрос, останется ли после стафеты в Ивановской области хотя бы один факел. Возможность такая есть, в первую очередь у факелоносцев. Но за атрибут Олимпийских игр придется заплатить. У каждого факелоносца будет свой номерной личный факел. Но предлагается каждому его выкупить. То есть факела не раздаются бесплатно оргкомитетам. Они предлагаются к выкупу. Стоимость этого факела составляет на сегодняшний день 12 800 рублей. Со всеми накладными расходами получается 13 120 рублей. Помогать в проведении стафеты огня будут 300 волонтеров. В основном добровольцами являются студенты Ивановских вузов, Энерго, Госуниверситета, Политеха. Ребята уже заключили договоры о том, что будут добросовестно работать в исторический для нашего региона день. Когда мы узнали о такой возможности, что мы можем набрать волонтеров в нашем университете, сразу же появилось очень много заявок, очень много ребят хотели участвовать. Мы отобрали 45 человек. После этого у этих ребят были проведены тренинги, то есть как быть волонтером Олимпийского огня. Но на самом деле каждый день нам пишут ребята, и они хотят тоже поучаствовать в этом замечательном мероприятии. Молодежь разделили на 6 групп. Кто-то будет работать со СМИ, кто-то сопровождать факелоносцев. Студенты Энерго университета, например, ответственны за проведение праздничных мероприятий на площади Пушкина в день прибытия в Иваново Олимпийского огня. В качестве поощрения за помощь волонтеры получат форму и дипломы. Ветровки символика Олимпийских игр Сочи 2014 привезут в Иваново 15 октября. Работа у них будет довольно-таки сложная, и мы, честно говоря, рассчитываем на тех ребят, которые у нас задействованы в качестве волонтеров. Это одни из самых достойных студентов. Ставку мы сделали именно на студентов вузов Ивановской области, на самую активную часть населения, молодежи. На вопрос, почему решили стать волонтерами, студенты отвечают по-разному. Но всех объединяет одно желание – своими глазами увидеть Олимпийский огонь и прикоснуться к истории игр Сочи 2014. «Олимпиада – такое значительное событие в жизни нашей страны, и хотелось как-то приобщиться к этому, хоть какой-то вклад в это внести». Маршрут, по которому пронесут огонь Олимпийских игр, уже опробовали курсанты института ГПС МЧС. За неделю до этого ответственного мероприятия они осмотрели те места, где будет происходить передача Олимпийского огня от одного фекилоносца другому. От нашего института будет задействован 91 волонтер, в том числе 80 человек, те, которые будут сопровождать непосредственно фекилоносцев. А также на базе института будет развернут пункт сбора фекилоносцев, где они придут. Мы поможем экипироваться, провести инструктаж, и отсюда они будут убывать уже непосредственно на свои этапы совместно с нашими курсантами. В институте МЧС обещают, что 17 октября будут приложены все усилия, чтобы превратить эстафету огня в настоящий праздник. Так, например, планируется поддерживать фекилоносцев спецсигналами пожарных машин и барабанной дробью. Спасатели шутят. Впервые в истории института люди, которые обычно борются с огнем, будут его приветствовать.